Процедура голосования через волонтеров – один из самых удобных способов выбрать территорию для благоустройства для тех, у кого нет современных гаджетов или учетной записи на госуслугах, рассказывает Евгения Ериценко. Второй год подряд она в качестве добровольца посещает учебные учреждения, организации и предприятия родного железнодорожного района и собирает голоса самарцев, которые хотят видеть любимый парк или сквер обновленными. Для этого Евгении нужен всего лишь смартфон и специальное приложение в нем. Вы нам диктуете свой номер телефона, мы его забиваем в свою программу и, соответственно, человеку, кто голосует, поступает звоночек. Последние четыре цифры являются кодом того, что он отдал добровольно свой голос, проголосовал за ту или иную территорию. Проголосовать можно даже на рабочих местах. Трудовым коллективом помогают сотрудники районных администраций и волонтеры. Мы проводим такие встречи практически на всех предприятиях, коллективах, чтобы рассказать, в принципе, во-первых, саму идею, как выбираются общественные пространства. На таких встречах мы презентуем существующую, скажем так, идею по благоустройству территории. Ну и, соответственно, приглашаем жителей отдать голос. Самарцы отмечают удобство голосования за благоустройство при помощи волонтеров. Семейный психолог из Комплексного центра социального обслуживания населения Наталья Лукина рассказывает, что уже второй раз отдает свой голос таким способом. Из большого количества способов, к которым мы можем выразить свое мнение, этот способ наиболее удобный, потому что это мы можем обсудить в коллективе. Мы можем поделиться какими-то своими соображениями с нашими коллегами и, соответственно, высказать каждое свое мнение. И на рабочем месте это очень удобно. Напомним, голосование за объекты, которые будут благоустроены в 2023 году в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды, проходит до 30 мая. Отдать свой голос за полюбившиеся городские локации можно несколькими способами. На сайте 63городсреда.ру, пройдя авторизацию через госуслуги, или через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». В голосовании участвует 20 территорий по всей Самаре. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Ну, то есть, ну, все по шагу. Спасибо. Спасибо.